Дмитрий Кругомиров Художник сохраняет анонимность и диктует свои правила коммуникации Редко дает интервью, делает заявления через представителей А работы публикует на сайте и в официальном инстаграме И с начала 90-х персона художника обросла догадками, конспирологическими теориями, мифами, легендами И давайте рассмотрим наиболее популярные из них Вариант первый Бэнкси — это Роберт Дальна из группы Massive Attack Под этот вариант подбито большинство «доказательств» в кавычках Стиль Роберт — известный художник, он разрабатывал дизайн альбомов группы И занимается визуальным оформлением концертов В 80-х Дальна тусовался с диджеями из The Wild Bunch И тогда же познакомил Бристоль с хип-хоп-культурой и стенсел граффити Граффити, нанесенными при помощи трафарета Бэнкси тоже прославился использованием этой техники Художники эксплуатируют общую тематику Политические кризисы Антимилитаризм Дикий капитализм И надвигающуюся климатическую катастрофу Знакомство Бэнкси написал предисловие к книге Дальна 3D and the Art of Massive Attack В котором рассказал о том, что знал 3D Это псевдоним Роберта Еще по бристольской тусовке В интервью Бэнкси заявил, что обожает стиль Дальна И копирует у него, а не у француза Black Claret Отца стенсел-арта 3D рассказывал в интервью The Daily Mail и Guardian Что Бэнкси его близкий друг И что он посещает концерты группы В 2010 году музыкант также снялся в mockumentary Бэнкси Exit through the gift shop Выход через сувенирную лавку Музыка Massive Attack звучит в другом проекте анонимного художника World of Hotel Расположенном у стены между Израилем и Палестиной Друзья Бэнкси и 3D работают с одними и теми же людьми Стив Лазариды с общей агент и представитель Тоже выходец из Бристоля Стив работал с Бэнкси еще в 90-х А сейчас выставляет работа Дальная в Лондоне Роберт сотрудничал с участником Portishead Музыкант создал саундтрек уже знакомому нам Exit through the gift shop В 2017 году британский диджей Голди Случайно назвал реальное имя Бэнкси в интервью на подкасте Distraction Pieces Цитирую Напишите граффити шрифтом Бэнкси на футболке И все Готово Можно продавать При всем уважении к Роберту Я думаю, он замечательный художник Он изменил мир искусства Конец цитаты После этого Голди отшутился в Твиттере Но не опроверг информацию Локации граффити Широкая география работ Хаотичная только на поверхности В 2016 году журналист Крейг Уильямс Проанализировал время и место появления новых граффити И сопоставил их с выступлениями группы в туре И нашел подозрительные совпадения Шесть мюралов Бэнкси появились в Сан-Франциско После концерта группы в 2010 году Массив атак сыграли в Торонто Через неделю после новых выходок анонима К раскрытию личности Бэнкси Применили и научный подход Ученые Лондонского университета королевы Марии Пользовались географическим профилированием Которое применяется для поимки преступников Они проанализировали 140 возможных работ Бэнкси в Бристоле и Лондоне И пришли к выводу, что они расположены в тех местах Которые посещал следующий потенциальный Бэнкси Робин Ганнингем Имя героя совпадает с одним из псевдонимов художника Робин Бэнкс Или Робин Бэнкс С английского «грабить банки» Ганнингем стал подозреваемым в 2008 году После расследования издания «The Daily Mail» Таблойд взял за основу фотографию, сделанную на Ямайке в 2004 году На фото якобы изображен Бэнкси за работой Художник отрицал отношение к фотографии Но это не остановило журналистов Они отправились в Бристоль и опросили местных жителей Некоторые узнали на фотографии Робина Ганнингема Местного художника, занимавшегося граффити в то же время, что и Бэнкси «The Daily Mail» добыли информацию из открытых источников Адреса, школу, имена родителей, место работы Одноклассники и знакомые Робина заявили, что тот со школы интересовался искусством Рисовал иллюстрации и рисовал граффити В редких интервью Бэнкси рассказывал, что увлекся стрит-артом в школе с подачи 3D Роберта Дельна Бывшие сожители и родители Робина неадекватно реагировали на расспросы журналистов Они говорили, что не знают такого человека При этом все собранные данные и адреса указывали на то, что Робин и Бэнкси находились и творили практически в одних и тех же местах В нулевых Бэнкси и Робин переехали в Лондон И именно там состоялась первая неофициальная выставка анонимного художника В 2003 году прогремела акция «Торфу» с живыми разрисованными животными Событие состоялось на складе, расположенном неподалеку от места жительства Ганнингема Несмотря на большое количество совпадений и на результаты географического профилирования Расследование The Daily Mail субъективно, потому что оно основывается на мнениях А бристольцам связь с Бэнкси только на руку Представители художника отрицают версию с Робертом Ганнингемом Третья версия Бэнкси – коллектив художников Сплетники и фанаты не ограничиваются персонами Ганнингема и Дельная Существует как минимум 10 теорий о реальной личности Бэнкси В разное время им был Тири Гетто или Мистер Брейнвош, главный герой документалки Бэнкси Бэнкси был и мужчиной, Бэнкси был и женщиной Даже есть мнение, что его не существует Слабая, но в то же время довольно адекватная версия заключается в том, что Бэнкси – это творческая группа, которая следует в турах за массив атак Отсюда такой глобальный охват В пользу этой версии говорит и то, что Часть локаций не сходится с расследованием Крейга Уильямса А исследование британских ученых не учитывает время появления мюралов и нарушает неприкосновенность частной жизни В пользу этой теории работает и масштаб некоторых работ Некоторые, такие как Брексит, технически сложно выполнить в одиночку за одну ночь Главный же минус этой версии в том, что коллектив вряд ли может работать так методично и последовательно, как один человек Есть ли смысл в сохранении анонимности? Конечно Раз личность артиста не удается раскрыть, возникает вопрос – нужно ли это? Анонимность подогревает интерес к Бэнкси до сих пор Если у нас появятся неоспоримые доказательства, интрига улетучится Давайте оставим все как есть и будем с нетерпением ждать новых работ мастера Всем мир! Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok